МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевизни Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в нашем выпуске. Родная речь. Сегодня Республика отмечает День чувашского языка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сердечных дел мастера. Кардиологи проводят операции по новым технологиям. Удар. Гол. Команда Россети сыграла в меню футбол с командой правительства Чуваши. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республика отмечает сегодня День чувашского языка. Этот праздник приурочен к другой значимой дате нашей истории. Дню рождения просветителя Ивана Яковлева. По традиции торжества прошли в сквере у памятника патриарху. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чувашский язык принадлежит к тюркской группе и считается одним из древних. Но собственная письменность появилась у Чувашей сравнительно недавно, в позапрошлом веке. Иван Яковлев в то время студент Казанского университета составил на основе русской графики первый вариант нового чувашского алфавита. Поскольку старый, созданный на основе древнебулгарского языка в начале текущего столетия, был основательно забыт. Благодаря усилиям Ивана Яковлева чувашскому народу удалось сохранить шедевры устного творчества, но и культуру в целом. Сегодня чувашский язык – единственный живой язык булгарской группы. Неудивительно, что его носители гордятся своими знаниями и готовы сделать все для их сохранения. Родной язык наш, его нужно сохранять, потому что он красивый язык. Он как водица, речка, перетекает из одного прудика в другой прудик. Наша будущая работа – сохранять этот язык, чтобы молодежь разговаривала на нем, чтобы мы не теряли нашу культуру, наши традиции. Символично, что именно в день чувашского языка начало свое вещание и национальное радио Чувашии ровно 10 лет назад. Подробнее о том, что подготовили коллеги первому юбилею, расскажем завтра. 347 километров дорог и 263 дворовых территорий отремонтировали в Чувашии в прошлом году. Итоги работы республиканского Минтранса и планы на этот год обсудили на заседании Кабинета министров. Федеральная программа безопасной и качественной дороги в этом году выросла в национальный проект. Масштабный ремонт ждет всю сеть региональных дорог Чувашии и местных дорог Чебоксарской агломерации. С 2019 года планируется отремонтировать 74 километра автодорог регионального и межмуниципального значения. На местной сети автодорог Чебоксарской агломерации планируется запланированная дорожная работа на 29 километрах. Финансирование на этот год 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Ключевые направления реализации нацпроекта обозначены. Это наша, как бы сказать, задача создать условия по обеспечению безопасности дорожного движения как для водителей, так и, соответственно, пешеходов. В прошлом году установили 13 комплексов фото- и видеофиксации. Это позволило снизить аварийность на дорогах. В 2019-м установят еще 25. Отдельная тема – мобильные камеры-треноги. За их установку отвечают частные организации, с которыми ГИБДД и Минтранс заключают госконтракты. Точки фиксации компании определяют сами. На аварийных участках, если будут стоять такие треноги, еще как-то можно согласиться. Но когда их ставят только на выгодных участках, это совершенно неправильно. У людей это вызывает серьезные нарекания. Лучше это вовремя исправить. В республике реализуются и другие проекты. Три дороги построят в этом году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». По другой – ипотека и арендное жилье завершат строительство дорог в столичных микрорайонах «Солнечный» и «Новый город» и начнут в университете. Татьяна Леонтьева-Бахтяр-Велеев, Республика. Уже сейчас в республике установилась жаркая погода, а по прогнозам синоптиков май побьет температурные рекорды. Оперативные службы переведены в повышенную готовность. С 1 мая в регионе будет действовать особый противопожарный режим. Меры по предупреждению о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах, лесах и наводных объектах сегодня обсуждали в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. С наступлением весны обстановка с пожарами резко обострилась. Несмотря на предупреждения сотрудников МЧС, люди сжигают сухостой и мусор. Нередко это приводит к серьезным ЧП и человеческим жертвам. Самое страшное, именно из-за пала травы в этом году мы потеряли на пожаре 3 человека, трое еще находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии. И поэтому ситуация, видим, что творится в целом по России, за Байкале и так далее. Но с этих примеров надо делать выводы. Хотел бы призвать всех граждан, которые на территории Чуваскарской гости, которые сюда приезжают, в эти праздничные дни, выходные дни быть максимально осмотрительным, осторожным, бдительным и ни в коем разе не подвергать себя, близких, окружающих к бедствиям и всем остальным последствиям от этих чрезвычайных ситуаций и происшествий. В республике из-за пала сухой травы и мусора уже произошло более 170 пожаров. Крупное ЧП сегодня ликвидировали вблизи Цивильска. Площадь горящего поля раскинулась на сотни метров. На днях по этой причине сгорели жилые дома в деревне Дмитриевка Канажского района. Это наша вина, там действительно поля заросшие были. Выполняется на сегодня день обашка. У глав имеются контактные телефоны всех трактористов, имеющих трактора, технику. Глава региона отметил, что ЧП необходимо предупреждать. Профилактика выходит на первый план. И здесь многое зависит от муниципальных властей. У вас управленская команда еще главы сельских поселений, старосты. Вовлечь надо всех в эту работу. Иначе мы по факту будем иметь в этом году статистику очень нехорошую. Если на самом деле не работают, то надо сказать. Соответственно, эти люди не работают. Просто на словах говорят одно. А на деле мероприятие, которое предписано в наших директивах, не выполняется. Почему? Потому что нет исполнительской дисциплины. В мае в республике будут введены ограничения при посещении лесов. К началу пожароопасного сезона готовят технику. Полностью подготовлен к работе 61 пожарный автомобиль, 26 лесопатрульных комплексов, 25 колесных и 4 лесопожарных трактора. В 2019 году за счет средств обеспечения бюджета также планируется обеспечить организацию системы видеомониторинга с целью раннего обнаружения лесных пожаров на общую сумму 1-2 миллиона рублей. На особом контроле и подготовка к пожароопасному периоду природных заповедников. Порядка 70 километров минерализированных полос, обустройство противопожарных дорог, 38 километров просеки, 12 километров, водоемы, шлагбаумы, содержание ПХС, установка предупредительных знаков. В прошлом году была проводена большая работа, сейчас порядка 90% границ заповедника железной дороги будут окружены подобного рода нейрализированной полосой. Водительность не теряя, отрабатывали по своему функционалу все эти мероприятия, которые предписаны. Это прямые функциональные обязанности, взаимодействие со всеми органами. Еще одна задача – обеспечить безопасность людей на водных объектах. Инспекторов МЧС волнует зона проходного канала Чебоксарской ГЭС. Только в июне 2018 года, в начале оккупального сезона, в одном и том же месте подходного канала Шелезов Чебоксарской ГЭС мы имели гибель двух человек. Я рекомендовал бы управление ГОИЧС города Новочебоксарск вместе с руководством поисково-спасательной службы внимательно отслеживать изменения гидрометеоусловий. В районе подходного канала мы установили забор из сетки равицы и в районе пляжа также сейчас определили три участка, провели рыночную оценку и дополнительно их выставили на аукцион. Примите все меры, давайте, значит. Управляйте вручном режиме. Еще одно поручение главы региона – привести в порядок пруды и оборудовать места для комфортного отдыха по всем правилам безопасности. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков, Республика. В Чувашии начнут выдавать сертификаты молодоженов. Соответствующую КАС сегодня подписал глава Республики Михаил Игнатьев. Воспользоваться документом можно будет в течение года с момента регистрации брака. Молодожены смогут пройти бесплатное медицинское обследование, репродуктивные системы, консультации специалистов в городской клинической больнице номер один и президентском перинатальном центре. Мероприятия эти направлены на раннее выявление проблем, которые могут препятствовать рождению детей. Получают они квалифицированную консультацию, получают рекомендации по объему обследования, которые они проходят по месту жительства. Для прохождения обследования необходимо предоставить паспорта, свидетельство о браке и сертификат молодоженов. Место выдачи документа определяют в ближайшее время. Молодой кардиохирург республиканского кардиодиспансера запатентовал четыре новые методики. Николай Трофимов успешно лечит людей, выполняет очень сложные операции на сердце, а также участвует в научно-исследовательской работе. В операционной тишинам хирургам предстоит отключить сердце и вновь запустить. Операцию по аортокоронарному шунтированию пациентам с ишемической болезнью сердца Николай Трофимов проводит почти каждый день. И каждый из них уникально требует профессионализма и новых знаний. В среднем такие операции длятся 3-4 часа. Все зависит от степени поражения, от объема оперативных вмешательств. В последние годы кардиохирурги республики добиваются больших успехов, находят уникальные эффективные пути лечения сердечных заболеваний. В нашем центре выполняются операции по новым нашим разработкам, по полученному патенту в 2018 году, в прошлом году. За счет обновления оборудования импортного, что позволило осуществлять операции при нарушениях ритма сердца, при вторичной высокой легочной гипертензии. Это методика новаторская. В мире единичные клиники выполняют эти вмешательства. И в принципе в нашем центре они поставлены на поток. Благодаря разработкам команды врачей, в числе которых и молодой хирург Николай Трофимов, в республиканском кардиодиспансере стали выполнять комбинированные операции, когда у больного несколько патологий. Эффект стал заметен сразу же. Мы выполняем более 150 операций с кустным кровообращением в год и с хорошими результатами. Мы достаточно уникальное отделение. Мы выполняем гибридные операции, в том числе гибридные операции по лечению легочной гипертензии. За счет вот этой комбинированной методики, по нашим данным, отмечается значительное улучшение отдаленных результатов в этой категории тяжелых больных. Успехи наших сердечных дел докторов свидетельствуют о том, что ученые на правильном пути. Их исследования продолжаются. Кроме того, в свой актив Николай Александрович может и записать несколько патентов, которые позволяют улучшить оказание помощи пациентам с фибрилляцией перед сердцем и пациентам с патологией клапанного аппарата сердца. То есть это его личные изобретения, которые внедрены и освоены на базе кардиодиспансера и являются его личным вкладом в улучшение оказания медицинской помощи, повышение выживаемости пациентов и снижение показателя смертности на территории Чувашской республики. Воспитатель года Чувашии 2019 живет в поселке Урмары. С Антониной Юнатановой познакомилась наша съемочная группа. Воспитанники Антониной Юнатановой готовят танцевальный номер ко Дню Победы. И не просто как педагог, а настоящий друг Антонина Анатольевна танцует вместе с ними. Вот уже пять лет она работает с детьми урмарского детского сада «Родничок». Сначала музыкальным руководителем, теперь воспитателем. Она замечательный педагог. У нее отличное чувство детей. Она видит детей, она видит в них таланты. Мне кажется, она в каждом ребенке видит свое. И в группе всегда царит такая атмосфера, что дети раскрываются. Мы потом смотрим на них с таким воодушевлением. Мы даже не знали, что наши дети умеют так себя вести. В сочинении о своей профессии – презентация ток-шоу. За время конкурса участники проявили себя с разных сторон. Антонине больше всего понравилось проводить мастер-класс с юными горожанами 200-го детского сада. Детки очень понравились. Они были очень активными. Хотя сказали, что их ничем не удивишь. Но на самом деле дети есть дети. Они радовались мелочам. Например, у нас был ковер-самолет. Не настоящий ковер-самолет, конечно же. Они прям очень им понравились. Они думали, что на самом деле сейчас полетим. Так было интересно, здорово. Подготовка, если честно, конкурса была на уровне. Антонина Юнатанова не первый участник республиканского конкурса из Урмарского детского сада. Хотя родничок еще совсем молодой, его педагоги уже были в числе лауреатов. Даже немножечко было шоком, что мы стали лучшими из лучших. И что наша Антонина Анатольевна стала воспитателем года 2019. Это очень большая ответственность не только Антонины Анатольевны, но и всего педагогического коллектива. Мы рады, надеемся, что не подведем, оправдаем надежды руководства нашего района, республики, надежды наших родителей, наших воспитанников в первую очередь. Сейчас лучший воспитатель Чувашии готовится представлять нашу республику на всероссийском уровне. Воспитатель года 2019 пройдет этой осенью в Москве. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика. По радио или вживую у жителей нашей республики были варианты, как написать сегодня тотальный диктант по чувашскому языку. Акция стартовала в регионе уже седьмой раз. Текст для тотального диктанта в этом году выбирали на конкурсной основе. Самым подходящим оказалось произведение, подготовленное писателем и журналистом Владиславом Николаевым. Текст посвящен Тане Юн, что идеально вписалось в тему года театра. Она известная киноактриса, она жена драматурга Евгения Максимовского-Кошкинского, поэтому текст соответствует нынешнему направлению, нынешнему времени. Проверить свои знания о чувашской орфографии и пунктуации только в ЧГПУ собралось более 200 человек. Не меньше желающих написать диктант было и на трех других площадках. Вообще, с каждым годом участников становится больше. В прошлом году диктант написали 6 тысяч человек, и почти треть получили отлично. Это под силу тем, кто владеет родным языком и устно, и письменно. Встречаются такие слова с изменениями в правилах. Например, в Харарам, если раньше писалось по отдельности, сейчас пишется вместе. Слитно, то есть, получается. Те, кто не смог прийти, диктант писали дома под диктовку ведущих Национального и Таван-Радио. Оценки и список отличников станет известен в начале мая. Лучшим вручат книги на чувашском языке. Ирина Волков, Алена Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Литература в подарок. Акцию, посвященную Дню Чувашского языка, запустили в нашей республике. 10 апреля за две недели депутаты госсовета и писатели вручили детям сотни книг, выпущенных Чувашским издательством. На днях с подарками в цивильскую школу к своим землякам приехал писатель Николай Ижендеев. Если вы прочтете в семейном кругу эту книгу, я уверен, вы обязательно найдете общий язык с родителями. Эта книга называется «Тадак Таралавадюман» – «Дуб с обломанной вершиной». Почему ветер не может повалить одинокий дуб? И кто такие красные следопыты? Ответы на эти вопросы вместе с главным героем повести Косте Малыбашевым юные читатели узнают уже дома. Эти книги пополнят семейные библиотеки. В повести прослежена связь между детьми 70-х годов прошлого века и настоящими детьми. Впрочем, с писателем ребята уже знакомы, и не только потому, что он их земляк. Его произведения входят в школьную программу. На уроках чувашской литературы мы изучаем этого писателя. Все его произведения носят философский характер, они проникнуты глубиной. Дети мало читают и не всегда посещают библиотеки. А то, что вот сам поэт приехал и участвовал в акции вместе с нашими учениками, я считаю это очень актуально и нужно нашим детям. Книга – лучший подарок, так принято говорить. И сегодня он вновь актуален, особенно в канун Дня Чувашского языка, который ежегодно отмечается 25 апреля в день рождения великого просветителя Ивана Яковлева. Ирина Волкова, Алена Алексеева, Бахтия, Велиев, Республика. В Чубоксарах прошел 10-й республиканский фестиваль детского творчества «Звезды детства». Участники – ребята из домов-интернатов и центров для детей-сирот. Всего в Чубоксары приехали более 50 ребят из всех уголков Чувашии. Творческий коллектив «Лошкари» из Кугейской школы-интерната готовили номер на протяжении месяца. Продумали все – и наряды, и движения, и цветочки на кепке выбирали сами. Данная программа очень понравилась. Так много участников было в этом шоу. И все-таки важна не победа, а участие. Я чувствую бодрость, восхищение, нравственность. Гордость. Гордость. И самое главное – то, что концерт удался отличным. А это самые маленькие участники. Им по два года. Приехали они с Алатарского дома «Малютка». И, несмотря на свой возраст, выступили отлично. Веселые крышки, в одессе из меня. Номер «Веселая кухня» стал изюминкой мероприятия. Зрители приняли его с восторгом. Это наши звездочки Васильевы. Юля, Никита, Света. Дети очень талантливые. Это наши опоры. Мы готовим часто мероприятия, концерты. Это наши самые активные участники этого концерта. Идет социализация. Дети адаптируются. Вливаются в среду. То, что их окружает. Познают окружающий мир. И это раскрепощает детей. Соревновались участники фестиваля в четырех номинациях. Оригинальный жанр, устное творчество, хореография и вокал. Оценивались артистизм и техника исполнения. Талантливые дети. Видно, что прямо они горят. Живут на сцене. Это радует нас, конечно же, что есть такие дети. Что они находят себе, как бы получается, такие направления. Радуются жизни. Выступление Дарьи Гавриловой стало самым трогательным. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья еще не старой женщины. Она смотрела ужаса полна. Как не лишиться ей рассудка. Все понял, понял, все, малютка. Спрячь, мамочка, меня. Не надо умирать. Региональный этап завершился. Лучшие номера примут участие в федеральном, который пройдет в Саранске. А пока ребятишек ждет активная подготовка. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика. Форум Релав Экспо вышел за рамки деловой программы. После совещаний, круглых столов и переговоров энергетики вышли на футбольное поле. В товарищеском турнире сразились команды Россети из разных городов России и сборная правительства Чувашии. Всего в рамках турнира прошло три игры, по два тайма в каждой. Несмотря на то, что на поле вышли любители, борьба выдалась с жаркой. Команда правительства Чувашии рассказала, что тренируются они практически круглый год и настроены только на победу. Мы два раза в неделю в хоккей, два раза в неделю в футбол. Вся команда настроена на победу. Надо только реализовывать те моменты, которые создает команда. В финале команда правительства Чувашии сразилась с Россетями. Энергетикам пришлось потрудиться, чтобы забить гол в ворота соперников. У нас, в общем-то, команда непрофессиональная. Ребята все начальники, служб, специалисты технические. Поэтому игра далась нам достаточно сложно, но все было здорово организовано. Побегали, выложились, проиграли, но тем не менее получили массу положительных эмоций. И немного опыта тоже. Со счетом 3-1 команда принимающей стороны одержала победу в матче. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова